Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как заменить балансировочный разъём на LiPo батареи. Сегодня я вам расскажу, как заменить балансировочный разъём на LiPo батареи после краша. Как видите, он был просто разорван на кусочки и буквально осталось всего лишь пару креплений. Я на Banggood заказал новый балансировочный разъём, он мне обошёлся примерно где-то в 1 доллар. Заказал сразу 3 штучки на будущее, а то мало ли что. В любом случае, краши будут всегда, это неизбежно и разъёмы будут отрываться. Я вам сегодня покажу, как его правильно заменить, где найти минус и как побаночно правильно подключить каждый провод, чтобы IMAX не ругался или вы его просто не спалили в результате неправильного соединения проводов к балансировочному разъёму. У меня есть две другие батареи, я вам расскажу, где сейчас можно найти на них минус сразу, чтобы вы не перепутали. На одной батарее минус обозначен правильно, то есть это минус, все остальные плюсы побаночно идут. На второй батарее минус обозначен одним чёрным цветом и три остальных плюса обозначены тоже чёрным цветом. В результате вас может ввести в некоторое заблуждение. Я вам сейчас покажу, как их правильно отличить, как правильно точнее найти минус. Можно взять обычную пищалочку и подключить. Как видите, если мы подключим плюсом к минусу, то она просто у вас не включится, а если подключить минус к минусу, то она будет работать. То есть на этой батарее минус обозначен совершенно правильно. И на этой батарее мы тоже проверим, где находится минус. Как видите, я был прав. Минус находится здесь, то есть отдельный контакт. И предлагаю всем вам запомнить, что минус всегда находится вот где барашки, с левой стороны. Вот этот вот отдельный контакт, это минус. Все остальные побаночные плюсы. Это касается от 2 до 6С батарей. Нам надо найти правильное расположение банок на батарее. Каждая батарея идёт по порядку. То есть это 3,7 вольта, 7 вольт, 12 и 15 вольт. Ну всё примерно, плюс-минус 0,05 вольта будет. Для этого нам понадобится тестер. Вот здесь у нас находится минус. С этой стороны, как мы уже видели, чёрный провод. И сейчас будем смотреть на тестер. Первая банка ничего не показывает. Первая банка показывает 3,8 вольта. Вторая банка 7,6 вольт. Третья банка 11,5 вольт. И четвёртая банка 15,3,9 вольта. Вот. Эту аналогию мы будем использовать, когда будем менять разъём на испорченной батарее. Так, сейчас мы будем искать побаночно, как правильно расположить эти провода в балансировочном разъёме по той же технологии, как я вам показал на предыдущей батарее. То есть земля. Я уже знаю, где она находится. Это чёрный провод. Я его подписал. Земля для обозначения. Один контакт подключаем в землю. Второй контакт подключаем сюда. Это уже будет третий. Жёлтый. Как видно по напряжению в 11,85 вольта. Так, 15,8 вольта. Это у нас будет четвёртая банка. Это у нас будет вторая. Вторая банка. Подомтыка будет понятно, что это первая банка после земли. 3,9 вольта. Итак, мы побаночно нашли, как правильно расположить в балансировочном разъёме каждый провод. Земля. Первый, второй, третий и четвёртый. И, естественно, мы располагаем здесь точно так же. Побаночно. Как я вам и говорил, в купленных на Бангуде балансировочных разъёмах запасных есть такое вот различие. Смотрите. Вот это минусовая шина. Запомните, где барашки, подключение в зарядник, здесь находится одна минусовая шина. Всё остальное – это побаночный плюс. Так что будьте внимательны при установке балансировочного разъёма. Вот это минус. Вот этот проводок. Минус. Начнём покрытие каждого провода канифолью для последующей крепкой байки. С батареей. Берём сначала землю и начинаем установку. И начинаем подключение балансировочного разъёма. Чтобы заизолировать каждый контакт отдельно, можно купить в любом радиомагазине вот эту термоусадочную трубку. К сожалению, у нас были только красненькие. Стоят они немного. Это и эстетично, и практично. Советую всем покупать такую термоусадку. Как я и говорил, минус на балансировочном разъёме находится здесь. Мы сюда засовываем термоусадочку и соединяем с этой землёй на батарее. Прячем запаянный контакт в термоусадочку. Аккуратно. И закрепляем её. Всё, земля готова. Дальше начинаем побаночное подключение. Ищем, где у нас цифра К1. Снимаем его. Это у нас будет первая банка с этой стороны после земли. Первую банку мы уже припаяли и спрятали в термоусадочку. На очереди идёт теперь вторая банка. Вторая банка готова. Сейчас начнём паять третью. Всё. Третью банку мы тоже припаяли. Осталась последняя, финальная, четвёртая. И батарейка будет уже готова к полноценному использованию. Всё. Как вы видите, мы припаяли полностью новый балансировочный разъём. По правилам. По той технологии, по которой я вам показал чуть раньше на видео. Сейчас мы проверим работоспособность этого балансировочного разъёма при помощи обычной пищалки. Четыре S. Как видите, всё работает без проблем. Мы проверим нашу батарею. И правильность подключения балансировочного разъёма на IMAX B6. Нажимаем баланс. Всё. Работает. Батарею мы подключили совершенно правильно. Без каких-либо проблем. Также ссылочки я оставлю под этим видео на балансировочные разъёмы от 2 до 6 S. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вас ждает ещё очень много интересных обзоров. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok